о том что мужчины и женщины источают феромоны из себя и наше половое обоняние способны эти феромоны воспринимать да это она запах не чувствуется повторюсь но при этом изменяется то что там как раз чем говорит то что руководит женским поведением очень сильно то есть лимбическая система она начинает возбуждаться например понять мужчины страшной кривоногий старый противный давно немытый вот возбуждает невероятно женщин потому что во-первых хорошо говорит а во-вторых сильно пахнет в результате в общем эффект достигнут для мужчин немножко другая ситуация нужно все-таки поглядеть хотя бы частично мы к женское тело особенно его желательно наиболее оголенные части но обратите при этом внимание что вы когда идете по улице все-таки мужчин не придают себе таких такой мужественности излишней вот женщины все-таки заголяются сейчас будет тепло до невероятия вообще ходит некоторые без шапок для того чтобы сохранить прическу или забираются на каблуки это все то же самое то есть то же самое любой способ таскать привлечь произвести самцовую реакцию а запахи в этом отношении самое лучшее сразу сознание то что мы называем или на лимбическую систему действует и привело к тому что например выделение этих веществ из китообразных вообще-то французские духи которые все женщины так на самом деле они чего сделаны это такие есть похожие ну а очень отдаленно похожие на лес кошек такие цветы в африке вот у них анальную железу из-под хвоста вы шкрябывают а и потом еще китообразных анальную железу тоже ее так в быту называют анальной пробки тоже выдирают из них экстрагируют спиртиком там или гексанчиком во франции действующей начала дальше лепестки роз все вот эти вот сказки или того чтобы забить вот этот зловонный запах половых желез но если женщина намажется такими свежими духами то мужчина конечно проявляет чисто половую реакцию вся привлекательная но ведь тут есть еще один аспект этих духов да во первых мужчина про проявляет понятно чувствует что пахнет феромон имеете вещества схожи с женскими феромонами видимо они другие они другие но схожи потому что вызывает уже реакцию но и у женщин ведь от духов повышается настроение а это с чем связан женщины более конкурентны чем мужчины потому что скажем так даже конкуренция по запахам по поведению вы много знаете например женщин которые там дружат десятилетиями очень немного всех не связывают какие-то такие сложные там социальные отношения в основном конкурентное поведение женщины чувствуют рядом с собой женщину пахнущую сильнее запах китовых экстрактов именно есть сильный конкурентный запах он не больно женщина возбуждает потому что возбуждается для конкуренции или надо проводить жесткую половую конкуренцию с этим запахом вольно и невольно поэтому и сами намазываются обращаю мужчины такими ракантами не пользуются это потому что по суде по косвенным данным что именно в умер назальной различка умер назальной системе может быть являются решающими в данном случае но ведь мы говорили об этом как с вами ведь вот это вещество которое экстрадируется из-за половых желез китае или цвет это она имеет явно биологическое происхождение как все биологическое рано или поздно умирает поэтому наши женщины любят например привлечь мужчин духами французскими которые постояли пару месяцев на полочке такой в ванне они протухли к тому времени окончательно и уже это не амбар который называется экстракт из кита амбре издают и не то что там какая-то потенция что что есть исчезнет навсегда понюхавшись протухших половых желез поэтому если женщин используют духе конечно от хранить в холодильнике и пользоваться очень недолго это быстро порчишься продукт как мужская любовь то есть надо ловить момент настало время вопросов да только задавать их нужным микрофон здесь и по телефонам который сейчас появится можно сначала по телефону у нас так долго терпели в студии погоди качеством а слушатели не терпели помолчать сейчас ты тратишь время есть вот ли определенная но как бы корреляция вот если вычеркнет график интеллекта мужчин и женщин то есть какие-либо перепады вот в той и в другой стране выше ниже и где это чаще встречается вы понимаете здесь вопрос весьма скажем так провокационный объясню почему во первых давайте начнем с самого простого индекс айкью значит кто его придумал предственные психологи мужчин мужчин и женщины там участвовали на очень посредственные значит максимум интеллектуальный будет эта степень той посредственности которая была дали его составить нас и макс это социальная адаптированность да поэтому что получился американцы за 30 лет отправили на бензоколонки и в тюрьму своих лучших интеллектуалов потому что они не были посредственности и вынуждены были поискать ученых там в россии и прочь значит проекта сейчас обещали в чем дело значит теперь чтобы было был способ оценки способности человека нереальных его должны составлять гении тогда гений под себя и составит таких тестов на учет в психологии гений пока нет особых значит это раз то есть технология отслеживания по тестированию самому тонкому она порочна и по второй причине потому что как правило в психологии тестирования идет аналитическое то есть обследование 100 тысяч человек а потом 10000 первому врач что с такой терять быть такой-то ответ к этому моменту теста устаревают безнадежный менталитет меняется попробуйте поговорить на нашем языке с тем кто жил в девяносто первом году вы ничего не поймете поэтому вот такие тесты словесные все же связано с словесным тестированием мужчин и женщин эта вещь мягко говоря сомнительная к своей сути поэтому скажем так сказать что всплески какие-то будут различий это маловероятно то есть в основном всплески будут на биологическую тему и не надо путать белый социальный это очень разные в эфире программа хмурое утро скажите пожалуйста потому у нас дочь наменитого биолога наталья бехтерева первая академия в советском союзе занимается всю жизнь изучением человеческого мозга и она пришла к выводу она это не доказывает это просто ее личное мнение что человеческий мозг неземного происхождения правда ли это но наверное и у вас действительно не в земного происхождения но могу сказать в качестве комментария этого всего вопроса дело в том что мы народ очень грубо я занимаюсь морфологии мозга и могу видеть только что того что вижу к сожалению каких свидетельств до сих пор о том что мозг у нашей инопланетной пока еще нет наоборот существует все революцию от меня вышла книжка недавно построить на этой мирной системы где подробно разбирается из чего и как возник человеческий мозг он так плохо устроен что если представить себе что его делали какие-то в другом измерении другой галактики то могу сказать что балла галактика еще хуже чем наши потому что более бездарного изделия представить себе невозможно потому что там так много в нашем мозге осталось дефектов еще с времен амфибий рептилий что подозревать инопланетного происхождения можно только не зная существования этих животных амфибий и рептилий вот там в воротах заткнитесь пожалуйста день короче я вас сейчас во двор мерзнуть отправлю опять помолчите гордон сердится давайте звонок да да как давай я это выжду здравствуйте армия вопрос к вашему гостю можно ну конечно можно для этого я хотел спросить вот существует ли границ как было развитие вот и безграничное возможного развития то есть каких границ существует эволюция человеческого мозга развить тема забавная очень но отвечу кратко во первых за последние судя по всему десять тысяч лет мозг человеческий не изменился но вот этот раз то есть пока еще ресурсы не использованы во вторых весь парадокс ум человеческий искать имеет как бы всегда предел в каждый конкретный момент времени но глупость предельно это известный парадокс но этот продукт неверен своей сути человек если бы хотя бы пять процентов времени не помню кто-то читал это занимался хоть какой-то интеллектуальной синтетической деятельностью то есть создавал то чего нет в природе то я думаю что мы бы уже давно летали там вокруг соседней галактики весело посвистывает передача шла бы там на несколько галактик одновременно дело в том что человеческий мозг даже в том виде в котором есть не использован не используется повседневно обратите внимание на себя много вы творчески мыслите очень мало а вот представьте что вы будете хотя бы есть один процент времени в день то есть в этом отношении мозг практически беспределен его возможности практически беспредельно каш не будет считать как компьютер да это и не нужно мы должны генерировать идеи они вычислять помык а калькуляторы но потому что его творческость скажем сидит в морфогенезе мозг вечно растущая такая система то есть связи в моде все возникают исчезают поэтому компьютер например сделать интеллектуально невозможно туда надо придется в процессор посадить пару миллионов китайцев с паяльниками которого перепаивали все время связи как-то происходит в мозге всю жизнь поэтому скажем так способы в ресурсы мозга практически безграничны на сегодняшний день если говорить об интеллектуальных можно ли это считать призывом больше думаете додумать очень полезно но для тех кто кто-то хочет что-то еще кроме размножения конечно для размножения как раз ни в коем случае эффективно выйти замуж чтобы хорошо значит произвести нужное количество детей их обеспечить думать не нужно ни в коем случае это разные вещи кроме того я хочу от себя заметить что разгадывание кроссфортов по вечерам может быть и укрепит вашу память и продлит жизнь вашему мозгу но не относится к области интеллектуального творчества но это комбинаторика это как игра в шахматы как компьютер научились быстро считать они стали человек обыгрывать будут обыгрывать всегда это не творческий гений переставление фигурок по жестким ограниченного закона это просто комбинаторика это не творчество звонки к до звонки будут я спать раз задам один вопрос согласен ли гость с тем что настоящий любой с большой буквы который встречается иногда между людьми это есть высокое проявление духа не проявление животных инстинктов любовь с большой буквы это прекрасно это значит совпадение всего остального то что если мы отложим дух таскать на отдельную полку потому что хорошо было по увидеть этот дух откуда он выходит и как он живет вот если дух отложить в сторону то можно сказать что большая любовь с большой буквы это высокая с одной стороны совпадение в половом отношении людей то есть по всему по стратегиям полового поведения по взаимодействиям между собой по разговорам высокое совпадение и мозгу но известно что если долго не встречаются двоюродные братья и там сестры то очень часто нравится очень сильно друг другу известно что в дореволюционной россии сейчас приводил к бракам к таким очень близким хорошо подходит магии так сказать имеет много точек соприкосновения общие ценности общие запахи так сказать это все клановость которая дает такое преимущество если совпало если встретился человек то это и называется такой большой любовь если еще интеллектуально не слишком велика разница то это может что-то получиться а про дух ничего не знаю знаете к сожалению насчет духа меня терзает смутные сомнения меня тоже у меня вопрос гостю к вашу я часто встречал как будет назвать типично женское поведение когда в обществе встречается две женщины радостно восклицает ого дорогая как-то прекрасно выглядишь там как мы давно не видели как раздадить в торны извините говорят типа как сюда попал это стерва там и там подобные вещи то есть я называю это лицемерием чем условно такие вот мужчин так не делают но это прекрасно слушать это для женщин это замечательно просто то есть так и должно быть вот если это значит обе женщин находится в хорошем репродуктивном активном таком состоянии активно конкурирует друг с другом то есть с точки зрения женского то сказать поведение это прекрасно то есть они борются за самцов пытаются значит уничтожить конкурентов пытаются продлить свой рот то есть для женщин характерно это как бы это норма именно вот это поведение и диктуется то что называем лимбической системы то есть древние животные механизмы конкуренции к сожалению поскольку у женщин лимбическая система очень часто доминирует а не говорю что всегда очень часто это приводит вот к таким биологическим проявлением в социальной структуре сообщества значит ли это если бы социальные условия не давили на них то они сцепились бы в цепи из другого волосы при первом же свидании ну вполне возможно то есть ну как танки представьте как самки животных встречаются там допустим конкурирующие за самца ну например у гигиента матриархат и нужно разобраться там самка выбирает самца ну как она встречает другую самку которая вот любименького хочет рассказать и получить конечно начинает грызть естественно в цепи то есть следовательно первая часть описанного с описанной ситуации до поведенческой и это необходимо жить в социуме и принимать его условия вторая это выход выход тех самых животных что называют церебральные ребра церебральные то есть начал церебра лето там лимбически надо поддерживать внешний вид над поддерживать форму отношений на самом деле сидит в основе сидит лимбической жесткой конкуренции любые религиозные или социальные цивилизационные ограничения которые накладываются на человека как раз попытка ограничить лимбическую зону мозга да конечно собственно с моей точки зрения религии они возникли как примитивный прообраз государственных законов просто кому-то надо объяснять что там нельзя идти на улицу резать соседа или там ради бутерброда или там бросаться на первую проходящуюся женщину ну вот и немедленно продлевать свой рот прямо на месте значит а другим это надо объяснять законодательному для этого придумали там времена еще за ура стру там то эти основные заповеди их распространились они то есть но такая форма просто пока не было жесткой государственности пока не было видеокамерах на всех дорогах что-то была такая структура то возник следующая система от государственная наверное теперь будет другая к ним там типа телевизионный мониторинг за всем и за вся вполне может быть да не стоило ли бы для людей как бы вот вести такую диагностику когда просто каждый вот диагностировался на то на что он способен и как бы вот потом грамотно и продуктивно использовал свои возможности которые есть ну вопрос на десятку сразу представьте себе что вы приходите в некий некую аппаратную вроде только торси димы и в милой обстановке элегантная девушка предлагает вам сунуть голову в некую дырку вроде того сердечка то и после этого выходит надпись на задний двор с метлой в смысле вот или только совком что делать тогда будете но так конечно прекрасно сказать и диагностирование и ключи к этому есть то есть этим нужно заниматься с другой стороны это самый страшный путь для человечества когда вы рождаетесь с мозгом который не изменить не увеличить не уменьшить вам говорят что способностям это вот это и это и все это самое страшное стратификации человечества конечно тогда сразу же возникнут лагеря похуже концентрационных потому что общество расслоится по интеллектуальному принципу который не изменяем мозги добавить убавить невозможно и тогда возникнет самое страшное даже фашизму такое не снилось такие формы потому что возникнет разницы интеллектуальные причем те одни будут договариваться между собой на своем уровне другие будут по своем уровне но эти уровни вертикально будут связаны только системой насилия это понятно поэтому неизвестно хорошо ли это но ведь сегодня так или иначе в любом обществе существует интуитивные иерархии именно по интеллекту то есть если собираются 5-6 человек они интуитивно понимают кто из них самый умный и кто самый глупый да конечно это просто как известно собираются 5-6 человек это уже банда в животном мире эта группа которая сказать добивается там пищи всего остального эффективно компании ну стая да ну стая это как бы не совсем то стая там уже очень много там эффект толпы то что бывает на площадях там со сложнее управлять а вот когда группу такая да конечно да да ничего не сделаешь это происходит это рано и поздно произойдет вопрос времени это вопрос времени тоже первый кто сообразит как людей стратифицировать то есть расслоять иначе говоря на слои по мозгу по его кто первый в это вложат деньги а нужно уже очень немного то есть поставим и например там с бюджетом у рт за год если вложат в это деньги произойдет например там прорыв обороне тоже произойдет набрать например одних покрышкиных в армию или набрать в интеллектуальных женщин в разведку да это произойдет это рано или поздно продиктуется такой вот это преднят необходимости чисто социальной то что войну будут выигрывать не ракеты и пушки работа войну будто выигрывать будущую тот кто сумеет отобрать наиболее умных для дела может быть и в этом смысле нет худа без добра потому что вот я например иногда социальном смысле тоскую как бы это точнее сказать то но о неких различиях до в обществе реальных реально на белых и черных на красных и зеленых который то время сословно разделяться что я имею ввиду сословно они по словно реально со словами реально до говорится это как раз ключ к этому я тоже у меня тоскую в том числе например в театр приходя там большой слушает а музыку и тоже начинает искать об отборе хотелось бы чтобы в оркестровой яме сидели значит соответственно отобранные люди не как бы не по принципу там такому социальному собранный в одном месте а по принципу то сказать своих способностей извлекать звуки из разных деревяшек и железок я полагаю что цивилизационный взлет 1 отдельный взятой страны он как раз и будет обеспечен вот такой да как этим расслабление да кто первый это сообразит тот и окажется на коне спасибо еще раз стоит нам пришли